15 июня, четверг. Дизайн человека дает такой посыл – услышьте истину внутри себя. Это принесет удовлетворение. Вы либо выполняете взятые на себя обязательства, либо поступаете наоборот, раздражаясь от того, что приходится ждать нужного момента для действий. Ваше спокойствие под защитой пока вы бдительны. Чтобы поддерживать мир и воплощать творческие идеи, требуется терпение, решительность и дальновидность. Найти свой путь, следуя за внутренним светом в любых ситуациях. Ваш жизненный путь зависит от того, способны ли вы разобраться в себе и критических ситуациях. Содействие развитию мира. Разрешить конфликты поможет сильное эмоциональное присутствие. Эмоциональная вовлеченность позволяет с легкостью добиться нужного результата. Следите за нервной системой. Возможен повышенный аппетит. Тело будет нести к новым устремлениям, если ваши амбиции подкреплены не собственным эго, а желанием добиться высокого статуса или денег ради ближних, например, семьи. И это четверг, день Юпитера. Выражаем уважение к вышестоящим лицам, учителям, духовным деятелям. Юпитер – показатель мужа к карте женщины. Для женщины, которая вдохновляет мужчину, он способен добыть мамонта. Также Юпитер – это показатель детей. Дети приходят на изобилие любви, знаний и внутреннее счастье. Юпитер находится 27.5 в экзальтации. Управлять ресурсами с максимальной пользой вы обладаете силой и принципами, чтобы с легкостью заботиться о благополучии других. И мы стремимся к самым позитивным энергиям Юпитера. Это постоянный здоровый оптимизм, уважение, честность и искренность, непривязанность и независимость от денег, регулярность и последовательность в духовной практике, полный отказ от азартных игр, внимательное отношение к своим словам и поступкам, отсутствие критики и осуждения других людей, как в уме, так и в словах. При этом у нас 27 лунные сутки – это день обострения интуиции, открытий и прозрений. Можно искать новые идеи или выход из трудной сложившейся ситуации. Можно получать любые новые знания. Все будет успешно. В этот день хорошо заниматься ченнелингом, а также целительскими практиками. Может ярко проявиться целительский дар, а также способность к ясновидению и другим способам получения информации без участия органов чувств. Поэтому это хороший день для консультации. От суеты и повседневных проблем лучше отстраниться. Точка доступа к интуитивным знаниям тогда не будет ничем перекрыта. Также в этот день хорошо принимать водные процедуры, заряжать воду для целительства и лечиться такой водой. Повседневные бытовые проблемы лучше отложить, потому что они не будут разрешены достаточно успешно. Лучше подумать о духовных потребностях, о том, как лучше их удовлетворить. Душе тоже нужна пища, без которой она может голодать и страдать. И каждый человек может найти что-то для удовлетворения такого голода. Для кого-то это общение с природой, у кого-то чтение книг или молитва, занятие искусством или посещение концерта, выставки или путешествия. Универсальное средство – это медитация, молитва или мантра. Все практики направлены на усиление контакта с собственным духом. Но также нашей душе могут доставлять удовольствие и вполне земные дела. Например, выращивание цветов, чтение книг, танцы, игры, занятия с детьми, прогулки, плавания, любые творческие виды деятельности. Обязательно уделите внимание в день таким вещам, и вы почувствуете прилив сил и хорошего настроения. Активный период достаточно благоприятный для многих видов деятельности, особенно для морских путешествий, получения сокровенных знаний и тайных умений, потому что связан с энергией Нептуна. Старайтесь не зацикливаться на конкретных бытовых проблемах. Общение сегодня будет полезным, если вы встретитесь с людьми, которые близки вам по духу и образу мысли, или тех, кто обладает опытом, который вам необходим. День осознанного восприятия информации. Музыка принесет гораздо больше пользы, чем телевизор или радио, поэтому она следует очень сильно на действие наших энергетических центров. И от того, какую именно мелодию вы выберете для этого дня, будет зависеть ваше состояние. Нежелательно в этот день смотреть в зеркало, и можно сделать практику на 27 лунные сутки, которая прикреплена к видео. Листайте ролик, там много разных интересных вкусняшек, в том числе и катха для Юпитера. Луна находится в созвездии Бхарани, которая достаточно амбициозная, состязательная и воинственная. Связана с детьми и использованием огня. Подумайте, как это может проиграться в вашей жизни. Благоприятна сексуальная деятельность, свидание, романтика. Проведение церемоний, связанных с плодородием и сельскохозяйственными работами. Например, можно выращивать растения, пересаживать, обрезать корешки. Хороший день для зачатия, решения отложенных дел, совершения того, что требует спонтанности. Деятельность, связанная с эскетизмом, самодисциплиной, соблюдением поста и проведением любых очистительных ритуалов. Освобождение от чего-то старого для чего-то нового. Если к вам будут подходить люди противоположного пола, с желанием познакомиться, не пугайтесь, это не маньяк. Если будет перебор в удовольствиях, это может привести к присыщению и потере интереса. Если вы родились 6, 11, 15, 20 или 24 числа, то это ваш день. Неблагоприятна медленная, спокойная деятельность, которая требует нежности и безмятежности. А также любые начинания. Во второй половине дня Луна будет созвездие Критика, которое управляется Солнцем. Солнце это правый глаз Бога. Не только смотрим за своим поведением, но и смотрим на всю картину более широко. Астрология утверждает, что своими ласковыми лучами оно легонечко подталкивает нас к саморазвитию, которое по вселенскому плану должно выдавить из нас убожество и чувство вины. Высший разум это личность, а не облачко на небе, и он желает общаться с личностями, а не с пустым местом. Поэтому нам приятно, когда нас называют по имени. Сделайте сегодня все, чтобы стать более независимым, индивидуальным, осознающим, мудрым человеком, который подвергает все сомнению и на основании своего Я и Высшего разума делает правильный выбор. Благоприятные обряды очищения, отказываться от старых или даже негативных привычек. Хороший день, если вам требуется операция, которая связана с удалением зуба или какого-то органа. Также хорошо в этот день точить ножи, участвовать в спорах, готовить пищу, например, готовить топленое масло, кхи, начинать обучение, особенно связанное с детьми, играть на ударных инструментах, хорошо делать маникюр и стричь волосы, они будут хорошо расти. Благоприятно все, что связано с огнем. У огня есть две стороны – позитивная и негативная. Давать свет, рассеивать иллюзию или нагнетать стресс и негатив и сжигать все на своем пути. Поэтому лучше всего направить внимание на карьеру, помощь другим людям и познание себя. И настрой на день. Я расстаюсь с раздражением, отравляющим душу. Я направляю всю силу своего гнева в конструктивное русло. Я достигаю цели без напряжения и без потери душевного равновесия. У меня достаточно сил, чтобы добиться всего, чего я желаю. Я расстаюсь со своим страхом в пасть нищету. Я освобождаюсь от всего, что могло бы помешать мне жить в достатке. Я ценю и развиваю свои способности и находчивость. Я считаю себя человеком достойным материального благополучия. Моя жизнь наполнена изобилием даров Земли. И, как обычно, я желаю, чтобы вы олицетворяли собой счастье в настоящем моменте. Находились в состоянии легкости, радости и великолепии. И можете написать комментарий, поставить лайк. Например, можете написать, у меня достаточно сил, чтобы добиться всего, чего я желаю.